Чтобы решать проблемы и представлять интересы собственников помещений, дома на детском проезде обзаводятся советами многоквартирных домов в соответствии со 161-й статьей ЖК. В каждом многоквартирном доме, в котором 4 и более квартиры, необходимо создавать совет дома. И из совета дома председатель совета дома выбирать. В доме номер 22 80% квартир в собственности. Общая площадь дома – 410 квадратных метров. Ольга Лесняк, избранная председателем, живет здесь уже четверть века. Самая главная проблема нашего дома – то, что у нас нет горячей воды. То есть центрального горячего отопления горячей воды нет. Хотя живем и рядом с котельной 10 метров. Надеемся все-таки подействовать, попросить администрацию. Дело в том, что при проведении капитального ремонта нам подвели трубы. Трубы только в доме. А подключить их к центральному отоплению никак не решаются. Сегодня на собрании присутствуют и жители домов, в которых уже созданы советы. И их работа принесла результат. Например, в доме номер один по детскому проезду «Белая спальня» совет действует с 2011 года. Прошел капитальный ремонт внутри здания. Вот тот ремонт, который внутренний, он уже произошел. А вот теперь должен быть наружный. Это замена крыши, покраска фасада дома. Значит, замена внутри подвала труб для холодной воды. И в туалете стояки они должны были туалетные поменять. Это было запланировано. Вот когда это будет, конечно, вот надеемся, ждем, что это будет. В пятом доме по детскому проезду «Красная спальня» совет образован не так давно. Трехэтажное здание построено в 1888 году. Общая площадь – 742 квадратных метра. Мы обращаемся. Я сама ходила, чтобы просила, чтобы нам сделали совет дома. Я даже сама ходила, Анна Николаевна находила, потому что нам помогают. Какие проблемы, они нам помогают. И мы сейчас капитальный ремонт добились. У нас в этом году должен капитальный ремонт быть. Поэтому у нас есть куда пойти, есть куда обратиться. Записались на прием. Чего, может, еще фасад добавят. Потому что у нас капитальный ремонт крыши. У нас крыша прогнулась, вообще провалилась. Это самая коммуникация и фундамент. А фасада нет. А что у нас фасад у нас станет сам? И мы просим, чтобы еще фасад сделали. А потом, может, попросим и в подъезде. У нас в подъезде тоже страшно там. Самой накаленной остается ситуация в доме номер 26, так называемый глаголь. 58% площади квартир жилого дома в муниципальной собственности. Создавая совет, жители надеются добиться не ремонта, а переселения. Вынуждены бороться за свое жилье. Надеемся, что нам предоставят другое жилье, в котором можно проживать семьями, а не существовать. Поэтому в сегодняшнем дне создаем совет и будем бороться, что делать. Детский проезд, центр исторической застройки Ивантеевки, ряд домов входит в усадебный комплекс Вантеева. В ближайшее время старших по дому и председатели советов многоквартирных домов пригласят на общее собрание, посвященное развитию данной территории.